Что можно сделать, если нет важных 23 минут для концентрации на задаче? В течение дня есть куча срочных задач, и большую часть приходится делать повешенность, а что плохо складывается в итоговый результат работы. Значит, ну, это новая эра тайм-менеджмента. Значит, очень важно просто себе в графике, график должен быть полностью заполнен. У вас всегда должно быть, вот все дело, какое у вас там идея появилась, задача там и так далее, вы его сразу ставьте в график, потом двинете как-то, передвинете, сместите и так далее. Но у вас должны быть слоты времени, когда вы понимаете, что вы что-то будете над чем-то думать. Да, есть вот текучка, но, знаете, как правило, текучку можно там сорганизовать. Час времени потратить на нее с утра, час времени потратить на нее днем, и час времени потратить на нее вечером. Но в результате у вас получается слот раз в два часа и два в два часа. А за два часа можно что-то и сообразить. Не только 23 минуты будет, а значит, и больше. Ну вот, но обязательно в график ставить отдых, развлечение, чтение, академию смысла там и так далее. Я не иронизирую, но очень важно понимать, потому что мозг не понимает. Вы когда смотрите в график, и у вас там, ну вот, что надо будет сделать, ну а тут мы в процессе разберемся. Ну все, у вас нету дедлайнов, вы нигде не заканчиваете, и это как ребенку, ему очень важно. Мы сейчас в этом смысле очень похожи на детей, потому что слишком много раздражителей. Ребенок-то почему не может? Потому что его раздражило, он мандражирует, но что-то активировано, он не понимает. А ему очень важно режим не отладить, отлаживаешь режим не, а у него все, он как бы мозг, динамический стереотип соответствующий сформировал, но уже поканчивается, у него предиктивная кодирма, другая доминанта начинает вылезать, уже заученная. Ребенок недоволен, конечно. Инструкции. Ну все, я заканчиваю, понимаю. Но мы в этом смысле как дети, потому что на нас сейчас вот то количество раздражителей падает, это как на ребенка, который не способен их еще контролировать, организовывать и так далее. Что помогает ребенку? График. Что вы ставите в график ребенка? Еду, чистить зубы, значит, там, куда-то идти, что-то делать и так далее. И мы сейчас дети, и нас надо, собственно говоря, как большого брата себе завести личного, в виде графика. Пусть он за вами следит. Сразу не будет получаться. Проверено. Но вы не отчаивайтесь. Чуть-чуть поработайте, и будет у вас все получаться хорошо. Ладно. Значит, детей надо... Детям мороженое. Спасибо большое.